Сейчас по гражданскому кодексу опекаемый ребенок должен жить совместно с опекунской семьей до 16 лет. Если ребенок хочет получить профессию после 9 класса, выбирать учебное заведение приходится в этом же городе. Иначе, переехав жить в другой город, самостоятельно ребенок нарушает закон. Получается, что интересы и способности ребенка не учитываются, считают авторы закона проекта, депутаты от Единой России. Переезжать ради образования детей семьи не могут, но и отпустить их в учебное заведение одних тоже. Серьезное развитие получила система разных кадетских корпусов, училищ, президентских училищ, где, в принципе, ребенок-сирота находится под постоянным присмотром старшего персонала, где-то военного, где-то невоенного. И, в принципе, там получают достаточную опеку. Но законодательство запрещает на сегодняшний день вот такому ребенку уезжать с места своего жительства. У нас все девочки 13-15 и 6 лет. Многодетный отец Артем Кузнецов считает, 14 лет еще слишком рано для самостоятельной жизни. Выданный паспорт еще не говорит о зрелости. Надо тогда, получается, все права им дать, избираться и быть избранным в том числе. И как они будут вести свою трудовую деятельность. Если они куда-то уедут, им же надо еще как-то на хлеб будет зарабатывать. У меня вот внук. Я знаю, что 16 еще. 17 еще он еще ребенок. Учиться можно поехать и после 16 лет. Можно после 16. Ну, мое точка зрения, пусть лучше с родителями. С обостренным чувством справедливости. Их легко вызвать на конфликт. Дети из приемных семей особенные, говорит психолог Фания Ахмедзянова. Несколько лет работала с такими подростками. Прежде чем разрешать сиротам с 14 лет уезжать из семьи, нужно изучить каждого индивидуально. Мы, наоборот, себе головную боль открываем и должны следить, что уже не с опекунов будет ответственность, а работа с подростками, что чревато последствиями. Как исключительный случай. Мы, наоборот, хотим, чтобы детей подольше оставили в семье. Мы на них 16-17 уже от техникум иногда учиться. Так они же на выходные бегут домой. Отпускать подростков в самостоятельное плавание, считает уполномоченный по правам человека, можно только если ребенок действительно поступил учиться. Тогда контролировать таких детей будет уже учебное заведение. Сейчас такое правило действует в отношении 16-летних студентов-сирот, живущих в общежитиях. Опеку начинают осуществлять образовательные учреждения. То есть руководители данного учреждения в общежитиях, это тоже есть сегодня педагоги, которые могут следить за тем, как этот ребенок трудится, как он учится и так далее. Как полагают авторы закона проекта, решение будет приниматься с согласия органов опеки. Инициативу депутаты рассмотрят в течение трех-пяти месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова